По традиции в начале года в Славянском районе проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В его мероприятиях принимают участие школьники, студенты, ветераны войны и труда, общественники, жители. Первыми в Славянском районе старт месячнику дали жители Петровского сельского поселения. Открытие месячника прошло в Станичном доме культуры. В фойе жителей и гостей поселения встречала инсталляция, посвященная всероссийской акции «Блокадный хлеб». Петровчане могли на мгновение окунуться в то страшное время, увидеть, как работали пункты выдачи продовольствия и получить 125 граммов хлеба. Именно такая норма на человека была в осажденном городе. В зале Станичного дома культуры собрались учащиеся школ, ветераны войны и труда, представители общественных организаций. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко, отметивший, что петровчане гордятся своими земляками, участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами Афганистана и локальных войн, в трудное военное время проявившими мужество и героизм, вставшими на защиту страны. Год, конечно же, особый. Сказали, вот ребята вышли. Год, который президент наш объявил годом памяти и воинской славы. Год 75-летия Великой Победы Великого нашего народа в Великой Отечественной войне. Дорогие друзья, у нас с вами очень богатая и великая история. Каждый из нас должен знать эту историю, гордиться ею. И, конечно, во всех своих деяниях, в учебе, в труде, быть похожими на наших предков, те, которые золотыми буквами писали свои имена в нашу историю. На торжественном открытии месячника с патриотической литературной композицией выступили ученики 29-й школы. Пели песни о войне и родине, коллективы, дома культуры, Петровского центра развития детского творчества. Месячник военно-патриотической работы продлится до 23 февраля. За это время школьники и студенты встретятся с ветеранами войны, героями России, побывают на уроках мужества, на воинских мемориалах в поселениях района, на экскурсиях в воинские части, примут участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Цель мероприятий – дать возможность для каждого человека, прежде всего для молодежи, лучше узнать военную историю своей страны и родной станицы, услышать подлинные рассказы о подвигах героев, поблагодарить уважаемых ветеранов войны за великую победу и сегодняшнюю мирную жизнь. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».